До первых встреч остаются считанные минуты. Это время перед подходом к столу. Последний шанс спортсменов настроиться на борьбу морально и лишний раз размяться. Права на ошибку в армрестлинге практически нет. Одна оплошность и оппонент тут же перехватывает инициативу за доли секунды, обеспечивая себе победу. А если перед встречей борец недостаточно разогрелся, поражение обернется еще и травмой. Судьи смотрят, а мы знаем уже, естественно, опасные положения. Мы сами, как специалисты в армрестлинге, мы стараемся не входить в эти опасные положения, дабы избежать этих травм. Впрочем, уповать на ошибку оппонента на этом кубке не приходится. Каждый из армрестлеров посвятил несколько последних месяцев упорным тренировкам. Затишье и отсутствие состязаний лишь сыграло спортсменам на пользу. Сейчас полный азарт, они готовы доказать, что не потеряли хватку и по-прежнему готовы биться за золото до последнего. Конкуренция у меня. Спитера спортсмен, чемпион России, действует прошлого года. Есть спортсмен Сарсова Лани, чемпион Европы, призер мира, чемпион России. Состав в этом году очень серьезный. Готовился планомерно, все как положено, три месяца подготовки, форма хорошая, дам бой. Но даже после бескомпромиссной борьбы участники не теряют товарищеский спортивный дух. И пускай проигрывать всегда обидно, оппоненты готовы поддержать своего соперника. Ну, конечно, соревновательный дух преобладает. Но все равно мы стараемся, знаешь, когда поборолись, неважно, проиграл, выиграл, ты все равно жмешь руку, уважаешь соперника, и даже после этих соревнований мы дружим, общаемся, все отлично. Мотивации спортсменам добавляет и тот факт, что большинство других крупных соревнований по арморестлингу были отменены из-за угрозы COVID-19. Знаете, все мечтали об этих соревнованиях. Долго не было соревнований. В этом году не было ни чемпионата Европы, ни чемпионата мира. Поэтому люди даже не верили, что турнир состоится. И поэтому, если верили, приехало бы еще больше команды. Победители командных соревнований увезут домой главный приз – Кубок России. Правда, чтобы оказаться на вершине пьедестала, спортсменам во всех смыслах предстоит за него серьезно побороться. Кирилл Попов, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.